От винта на Рейнмарский авиаотряд подвел итоги года. Для них он стал знаковым. Чистая прибыль предприятия порядка 50 миллионов рублей. Откровенно о главном. Глава региона Игорь Кошин нашему телеканалу дал эксклюзивное интервью. Откуда идут слухи о досрочной отставке губернатора? Почему погибли ННК и СМУ? Есть ли толп административной реформе и какое нас ждет будущее? Об этом сразу после выпуска новостей. С главными событиями этого дня в студии Олег Котанзейский. Новости начинаются. МИД России вновь рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Турцию. Озвученные ранее рекомендации сохраняют актуальность в связи с существующей террористической угрозой. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Евгений Иванов. Он отметил, что сохраняет свою актуальность озвученные ранее рекомендации МИД России российским гражданам воздержаться от поездок в Турцию в связи с существующей террористической угрозой. Недавние взрывы в метро, а теперь в аэропорту Стамбула – еще одно наглядное тому подтверждение. Кроме того, Россия с 1 января следующего года приостанавливает действия российско-турецкого межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан в отношении граждан Турции, владельцев обычных паспортов, напомнил дипломат. Для въезда в Россию необходимо будет получать российские визы в порядке, установленном действующим законодательством. Касаясь возможного ответного введения визового режима в отношении граждан России, глава Косульского департамента отметил, что это решение остается за турецкой стороной. И более трети российских туристов отправятся на новогодние праздники в Таиланд. Об этом свидетельствуют данные опроса. 15% отдыхающих отметят Новый год в Сочи, Анапе, Геленджике и Крыму. 8% поедут в Доминикану, 7% во Вьетнам, по 5% в Италию и на Кубу. Среди других стран, куда отправятся на Новый год россияне, выделяются Индия, Арабские Эмираты, Мальта, Абхазия, Белоруссия, Кипр, Франция и Чехия. Средняя стоимость поездки в этом году составила 117,5 тысяч рублей против 73 в 2014 году. В прошлом году 54% всех новогодних поездок пришлось на Египет, 25% на Таиланд, 17% на Турцию. Доля остальных стран составила 4% от всех покупок туров. А вот полеты по Ненецкому округу принесли Наринмарскому авиапредприятию в выходящем году в виде чистой прибыли порядка 50 миллионов рублей. Общий доход составил более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. В преддверии главного зимнего праздника сотрудники предприятия приняли поздравление главы региона. Впервые за много лет ожидается пополнение в авиапарке предприятия. Подписан договор лизинга на приобретение двух новых самолетов, модернизированных Ан-2. Новая техника позволит значительно увеличить пассажирооборот и увеличить количество маршрутов по региону и в соседние субъекты. Модернизированные Аннушки ТВС-2М должны прибыть в округ в январе-феврале следующего года. Эксплуатацию обновленного кукурузника планируют начать в середине года. Самое главное это то, чтобы мы впервые заложили вертолет Ми-8 МТВ на Стопеля. То есть благодаря округу я хочу отдельное спасибо сказать Игорю Викторовичу, потому что при столь сложном бюджете найти средства на воздушные суда, я вас уверяю, было непросто. 150 миллионов, авансовый платеж произведен. В Казань заложен вертолет Ми-8 МТВ. Вертолеты России, холдинг, который поставляет нам этот вертолет. Обещает нам до 30 сентября поставить этот вертолет. Именно в этот день, 30 сентября, окружной авиаотряд отметит 70-й день рождения. Так что новая винтокрылая машина станет хорошим подарком для сотрудников предприятия и пассажиров к очередному юбилею. Что касается предприятия, перспективы неплохие. И именно поэтому, несмотря на определенные сложности, мы пошли на то, чтобы обновлять парк воздушных судов. Мы прекрасно понимаем, что если вертолет, при его сегодняшней стоимости, сколько там, 500, да, плюс все эти процентные истории, все эти лизинги уже по 700 миллионов, мы прекрасно понимаем, что без этого спанха через 2-3 года, в принципе, не то что рост, а будет снижение. И смотрите далее в выпуске. Освободили от сносов. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право регионам освобождать пенсионеров старше 80 лет от обязанности платить за капремонт. Мэрия попросила администрацию региона оказать финансовую помощь. На что планируют потратить деньги? Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право регионам освобождать пенсионеров старше 80 лет от обязанности платить за капремонт. Кроме того, регионы смогут снижать размер взносов на 50% для людей, достигших 70 лет, а также для инвалидов. Речь идет, соответственно, об одиноких, неработающих собственниках жилых помещений указанного возраста и тех, кто живет в семьях, состоящих только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Инвалидам первой и второй групп, детям-инвалидам, родителям детей-инвалидов предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капремонт не более 50%. В Нинском округе механизм предоставления льгот на оплату взносов за капремонт уже работает в соответствии с окружным законом. Компенсацию получают ветераны войны и труда, труженики тыла, лица, награжденные почетной грамотой НАО, граждане, пострадавшие от политических репрессий и реабилитированные. Всего, по данным на ноябрь 2015 года, в окружном перечне льготников порядка 870 человек. Идем далее. В предстоящем 2016 году из ветхого и аварийного жилья планируют переселить 170 семей. На эти цели уже выделено 50 квартир. Распоряжение о передаче жилых помещений в собственность города утвердили сегодня на заседании администрации региона. Согласно документу в собственность администрации Наринмара, округ передает часть новых жилых помещений. Это 50 квартир в домах 11 и 16 по улице Заводской. В 2016 году в них заедут жильцы из ветхого и аварийного жилья. Хочу пояснить, что мы вынуждены были первые реестры принести его реализацию на 2016 год. Необходимо нам еще предоставить для полного исполнения порядка 220 квартир. В 2016 году у нас вводится 60 секционный дом. Это 120 квартир. То, что мы сейчас предлагаем перераспределить, это еще 50 квартир. Таким образом, чтобы закрыть первый этап переселения, жители региона из ветхого и аварийного жилья потребуется еще 50 квартир. Также участники совещания согласовали сумму в размере 327 миллионов рублей. В 2016 году ее направят на оказание медпомощи. Это дополнительные средства, которые будут выделены сверхустановленных на федеральном уровне нормативов. В основном их направят на оказание медицинской помощи в сельских населенных пунктах. Это касается тех направлений, которые не вошли в систему ОМС, а будут финансироваться за счет окружного бюджета. Это оказание противотуберкулезной, наркологической и скорой медицинской помощи для незастрахованных граждан, а также оказание санавиационной помощи. Все остальные виды помощи идут через систему ОМС. Размеры кружных средств утвердили на заседании администрации. Еще один вопрос касался сферы образования. Город в предпоследний день уходящего года все-таки передал округу имущественные комплексы в соответствии со 122-м федеральным законом. Помимо имущественных комплексов, 20 учреждений предлагается к передаче 40 объектов недвижимого имущества и 10 земельных участков. Под теми объектами, под которыми нет земельных участков, мы будем оформлять их самостоятельно, когда уже учреждения приобретут статус государственных. В список передачи все-таки не вошли три объекта спортшколы «Старт». Лыжероллерная трасса, здание тренировочной базы и гараж. Их город передал на баланс чистого города. Впрочем, точка в этом вопросе еще не поставлена. Прокурор округа вынес протест. Законность изъятия этих объектов будет решаться уже в новом 2016 году. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Администрация города снова просит о помощи. На сессии горсовета мэрия вышла с обращением в органы госвласти региона о выделении средств на замену коллектора в районе третьей школы, разработку ПСД на дорогу по улице Вятров и компенсации части недополученных доходов от регулируемых тарифов ПОК и ТС. Цена вопроса последнего – 50 миллионов рублей. В городском бюджете средства на финансирование муниципального ПОКа не предусмотрено. Вместе тем, мэр Наринмара не торопится передавать полномочия и имущество предприятий объединенных котельных и тепловых сетей в округ. В настоящий момент от города округу переданы только полномочия по тепловодоснабжению и водоотведению. Однако передавать имущественный комплекс единственного предприятия, оказывающего данные услуги населению, мэр отказывается. Впрочем, ответственность за непередачу и возможные последствия Татьяна Фёдорова полностью на себя брать не готова. Предпочитает разделить её с горожанами. Предприятие объединенных котельных – это муниципальное имущество, носителем которого, собственным которого является всё население города. Именно город населения. В соответствии с конституцией только население может распоряжаться имуществом. Я думаю, вам тоже должно быть понятно. Мы пригласили Совет Старейшин, и мне однозначно наши уважаемые граждане сказали, что Татьяна Васильевна коммунальное хозяйство должно быть в городе и должно служить для нужды и интересов жителей города. Мнение Совета Старейшин решили спросить и мы, но только оказалось, такого органа не существует. В администрации города предположили, что, возможно, Татьяна Васильевна говорит о ветеранах и почётных гражданах, встреча с которыми прошла совсем недавно. Вместе с тем, при той ситуации, которую поддержали старейшины, без помощи округа цены на тарифы в следующем году могут увеличиться на 70-80%, отметила Татьяна Фёдорова. По словам градоначальника, если округ возместит эту сумму, то предприятие не будет нуждаться в дополнительном финансировании. Напомню, речь идёт всего о 53 миллионах. Хотя ещё в середине декабря во время доклада руководителя ПОК и ТС Натальи Бетхер звучали совершенно другие цифры. Предприятие требует серьёзной модернизации. Требуемая сумма выше миллиарда рублей. Руководство предприятия объединённых котельных и тепловых сетей предлагает два варианта развития предприятия. В первом случае 90% необходимых средств планируется запросить из окружного бюджета, а 10% – изыскать в собственных резервах. Второй вариант предполагает снизить нагрузку на региональную казну и 30% из обозначенных 90% получить из федерального бюджета или от частного инвестора. Собственник ПОК и ТС в город Нарьенмар вкладываться в собственное предприятие снова не планируется. Денег в городской казне на реализацию инвест-программы нет. Далее о приятном, о выходных и праздничных днях. 165 дней или 5,5 месяцев. Именно столько будем отдыхать в следующем году. Подробный календарь выходных в материале выпуска. 247 рабочих и 165 выходных. Именно столько мы будем трудиться и отдыхать в 2016 году. В целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. По сравнению с этим годом количество рабочих дней не изменилось, а выходных стало на один день побольше. Такой подарок преподнес людям в високосный 2016 год. В целях рационального использования выходных и праздничных дней они могут переноситься на другие дни. В 2016 году перенесены даты с субботы 2 января на вторник 3 мая, в воскресенье 3 января на понедельник 7 марта, с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2016 году, новогодние каникулы для работников продлятся 10 дней с 1 по 10 января 2016 года. Длинные выходные ждут россиян также в феврале с 21 по 23 и в марте с 5 по 8 2016 года. В мае граждане будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 7 по 9 в связи с празднованием Дня Победы. В июне период отдыха в честь Дня России продлится 3 дня с 11 по 13 июня, а в ноябре День народного единства будут праздновать с 4 по 6 ноября 2016 года. Продолжение следует... До встречи, с наступающим вас Новым годом!